Славянская радио Продолжаем разговор Дальше вопрос Вопрос в эфир от психа Вот так незатейливо От психа Доброго вам дня Любим таких мы Мы таких любим Ну просто брата почувствовал Понимаешь Это вот сразу чем-то родным повеяло Псих здравит тебя Просто сами такие Поэтому как-то хорошо Приятно слышать Итак вопрос в эфир от психа Доброго вам дня У русов, ариев, русичей, славян Род родина на первом месте Я хочу жить и трудиться во славу моего рода Моей родины Но проблема в том, что я не знаю Где моя родина Потому что на родине Должен жить мой род Я не могу Да я не хочу Приписывать людей Которые меня окружают К моему роду Так как для них Бытовуха А именно меркантильность Узколобость Тупое следование чужим правилам А именно Как один из примеров религии Нежеланием думать и прочее Похожие недуги на первом месте Как найти мою родину Как помочь моему окружению Я пытался немало раз Возвать к их разуму Говорить с ними бесполезно Может заговор есть какой-нибудь? Конечно есть И очень простой Начни с себя Хочешь поменять то, что вокруг тебя Изменись сам Измени то, что внутри тебя Измени своё отношение к этим людям Измени Пойми, почему это так происходит И через любовь к другим людям Можно выйти на понятие народ А там недалеко и до рода Я бы дополнил Мишу И нашего уважаемого автора Который оставил реплику В том ключе То здесь важно Наверное отделить всё-таки Род Как составляющую В которой человек живёт И то, что Есть какое-то неприятие родственников Я так понял из реплики Это связано скорее С какой-то духовной гордыней С чем-то так Ну вот с такого порядка вещей Здесь важно Наверное отметить Что мы Как сказать Выбираем Осознанно род В который мы приходим Душа не случайно Попадает именно В это окружение Именно сюда Именно в это время И мы с вами Живём в уникальное Очень интересное время В которое Ну как сказать Не каждому Наверное дано прийти В хорошем смысле этого слова Поэтому да Безусловно Люди выходящие из зимы Привыкли быть в телогрейках Привыкли К шапкам-мушанкам Привыкли на лыжах стоять Хоть уже и асфальт Лежит Или там земля Они до сих пор на лыжах Вот в тулупах стоят Другой вопрос Они не просят наверное О помощи скорее всего И пытаться им навязать На этом уровне Что-то новое Правильное При этом Внутри не имея этого уровня Наверное тоже не очень верно Мне кажется Все через это Ошибку проходят Ну так ловушку Я бы сказал даже не ошибку А ловушку Все проходят Все хотят вразумить окружающих Получив какие-то знания Какое-то внутреннее Само Ну как сказать Самопосвящение Что-либо так можно назвать Самоинициацию какую-то На какие-то знания Хочется поучать Это как сказать Ну слаб человек Как говорится Поэтому Надо идти внутрь себя Я бы что посоветовал Как найти Отвечая на вопрос Надо вернуться к себе К самому Кто я Ответь себе на этот вопрос С какого я рода Те кто меня окружают Они равноправные Быть может они неравные По уровню развития Там просыпаются Чуть попозже Шапки снимают позже Но это все равно Это все равно родственники Здесь важно Здесь важно и архитектуру рода Очень точно понимать Потому это вот Одно из последних Совместных исследований Нашего Как Миша называет Колхоза В котором Очень точно Есть понимание Что такое Ядро рода Что такое Тело рода Что такое Защитники рода Что такое Отпущенные родом На исследования Так назовем Кто такие Юродивые В роду И кто такие Изгои рода То есть И эта вот Архитектура И каждому слою Архитектуры рода Свойственны Какие-то Ну скажем Как бы сказали ученые Какие-то психологические Особенности Вот То есть В поведении их И в скорости развития В степени их Мировосприятия Будет Все немножко Отличаться Вот Поэтому здесь просто Нужно это понимать Видеть и дальше Развивать себя И на определенном этапе Вот мой личный пример Моя мама Которой С Слава роду Сегодня уже 60 лет Юбилей Она вот Я очень долго тоже Трудился Трудился Над тем Чтобы она развернулась К себе Сейчас этот процесс У нас Очень Совместно идет Я ее поддерживаю Помогаю И она уже интересуется Тем Про что я думаю То Что я развиваю Она знает И Мишу В том числе Каких-то моих друзей Которые Единомышленников И я вижу Что она развивается Через нее Начинает затекать Уже в другие Структуры рода Если так можно сказать И это потихоньку Потихоньку Небыстрый процесс Это эволюция Здесь революции Наверное Не должно происходить Потому что Это процессы Происходящие в сознании Самые наверное Сложные и долгие Процессы С точки зрения развития Ну вот так Извините что долго У меня все Я бы хотел дополнить Дополнить Миша очень точно Все сказал И Он Коснулся Одной вещи Видно Что Уважаемый Слушатель Не до конца Умеет Налаживать Связь Не до конца Что-то Какое-то есть Противоречие Между им И родителями Ведь Для Души Самостоятельной Которая Достигла Совершеннолетия Она начинает Сотворять свой мир Делать Своё пространство А родители В этом случае Они проводники Они были проводниками На планете Земля На Земле Уберём Слово Планета На Земле И Если здесь Наладить отношения С своими близкими С мамой С папой Если они Ещё живут Если кто-то Из них Уже Ушёл В мир иной Покинул Землю Это можно Сделать Например Через написание Письма Этому человеку Очень сильная Очень мощная Технология Забытая Но сейчас Возрождающаяся И Как раз Вот Через эти вещи Просто обратиться За помощью К своим родителям Протянуть им Руку Открыть им Душу Открыть им Сердце Через это Можно почувствовать Свой род Можно почувствовать И узнать Многое Что связано С родом И вообще Ответить себе На многие вопросы Поэтому Всё Всё тайное Кроется В нас Нужно лишь Только просто Остановиться И задуматься Об этом И всё Я вот так думаю Что Для того Чтобы кому-то Что-то В жизни Изменить Не надо Ничего Навязывать Какие-то слова Являются только Дополнениями К делам Если Нету дел То в этом случае Слова Бесполезны Это Пустое Стрясание Воздуха Самый Лучший Способ Для того Чтобы помочь Человеку Что-то Изменить В своей Жизни Это Показать Своим Примером Как Надо Делать Я Расскажу Такую Небольшую Историю Когда Я понял Что такое Есть борода Я просто-напросто Стал отращивать бороду Вот она Растёт 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 Как сама В себе И всё И растёт Всё хорошо Прихожу На предприятие Одно Я спрашиваю А что случилось Что ты вдруг С бородой Ты ходишь Говорит Да вот Зима ожидается Холодная А ну понятно Пошутил Прошла зима И опять бороду Ну зима Прошла Чего не брешь Я говорю Да вот Понравилось Понятно Сначала Все смеялись А через год Через два Я стал замечать Что Я не брею бороду И не стригу Она длинная Я стал замечать Что люди Стали Растительность Мужчины На лице допускать До этого Прям выбритые Такие были А тут у кого-то Усики появились У кого-то Бородки появились Кто-то Такую уже Бородёнку Отрастил И чем дальше Тем таких людей Стало появляться Больше То есть Мой пример Без навязывания Без каких-то там Объяснений Стал просто Являться Примером К подражанию Почему Потому что Я никогда Никому злого Не желал Потому что Я никогда Ничего плохого Никому не делал И люди видели Что этот человек Который с бородой Он достаточно Позитивный И его образ Несмотря на Первичное Казалось бы Так чудачество Он у многих В голове Как-то так Запечатлелся А после этого Люди стали Этот образ Применять к себе Глядя в зеркало И кто-то Сделал первые Какие-то шаги Бородку там Отпустили И так далее И сейчас Таких людей Все больше И больше И больше Появляется Которые Вот так С бородой Ходят Мало того Обратите внимание Ведь реклама Просто так Если вы еще Смотрите телевизор А мне иногда Приходится Смотреть телевизор Чтобы что-то Определять Что творится В жизни Так вот Реклама Она очень Целенаправлена Всегда Она просто так Не делается Она направлена На какие-то Слои Общества И вот Сейчас Все больше И больше Рекламы Появляются Направлены На мужчин Где Актеры Или с наклеенными Бородами Или с Натуральной Бородой Это говорит о том Что борода Входит В сознание Людей Все больше И больше И реклама Начинает Этому Следовать Она отвечает Тем тенденциям Тем направлениям Которые в жизни Появляются То есть От нас От каждого Зависит многое Если не все Так вот Если Просто говорить О чем-то То это будет Очень долго И вполне возможно Что будут Какие-то Противодействия Если же Просто жить Таким образом Ни на чем Не настаивать А своей жизнью Показывать Пример То все Будет Тогда Хорошо И замечательно Люди Будут Выбирать Из того Что представлено Хорошее Честное Справедливое Между тем Что ложное Кривое Неправда И естественно Если у них Там в голове Что-то еще есть И совесть Не пропита Вместе с мозгами В то ли это не выпущено То в этом случае Они будут Брать Положительный пример Вот и все Никакие заговоры Здесь не нужны А говорить На самом деле Очень часто бывает Бесполезно Покажу примером Что же касается Равноправия Слово здесь Прозвучало Михаила То равноправия Как такового В жизни Быть не может Равноправие Оно привнесенное Привнесенное И несколько искаженное Равными правами А правь Это управление Могут обладать Те Кто могут управлять Управлять могут Немногие Поэтому Равноправия Как такового Быть не может Это Из серии Равенства и братства Свобода Равенства и братства Это лозунг Который красивый Замечательный Но который Приводит Знаем к чему Поэтому К равноправия Как такового В природе Не бывает Все чем-то Отличаются Друг от друга Мужчина Отличается От женщины И мужчина Не может быть Равный в правах С женщиной Как и женщина Не может быть Равный в правах С мужчиной Они управляют Разными направлениями Женщина в своем Мужчина в своем У них Есть обязанности Могут быть Которые тоже Отличаются У них Могут быть Права В чем-то Пересекающиеся Но полного Равноправия Быть не может Иначе Бы все Были Гермафродитами Или все Были Клонированными Особами Вот тогда Было бы все Хорошо и замечательно Тогда и жить Было бы невозможно Когда все Садятся за руль Одного автомобиля И пытаются рулить В этом случае Автомобиль Или не едет Или едет До ближайшей Канавы Столба Вот Как-то так Спасибо Алексей За уточнение Безусловно Я это имел ввиду Что Равноправие Вкладывало Немножко Другой смысл Равенство Невозможно Безусловно И равноправие Имел ввиду Что Каждый имеет Свободу выбора То есть У него есть равное право На выбор Тот или иной Хочу я в шапке Ходить Весной Пожалуйста Хочу в шубе Пожалуйста Имеешь право Но за это Несешь ответственность Я про эти права А так Безусловно Конечно У всех Разный Как мы это называем Духовный уровень Духовный рост Разный Поэтому Отсюда Разные права Безусловно И Есть те Кому Может быть Права пока И не нужно Его наделять Какими-то правами Тут абсолютно Согласен Спасибо Реплика В эфир От Тианы Михаил Что-то хочешь сказать? Да Да Хотел сказать Давай Скажи Спасибо Спасибо вам За разъяснение Вот этого Понятия Действительно Очень верно И точно Сказано И Как сказать Хотел сказать То что Вот Мы с Михаилом Вот Говорим О таких Вещах Может быть Даже Несколько Кому-то Непонятных Ведь у нас Разные Слушатели Бывают Кому-то Они Понятны Но Хочется Чтобы все Понимали То О чем Мы говорим Мы говорим Это наш Опыт Это То Что Мы Сделали Если Мы О чем-то Говорим Мы Это Пронаблюдали В своей Жизни Мы Это Применили В своей Жизни Мы Не Копируем И не Передаем Те Знания Которые Просто Мы Получили Откуда-то Это Сугубо Наш Опыт Это Наша Жизнь Поэтому Мы Стараемся Через Это Давать Светлые Живые Образы Маленькое Дополнение Благодарю Реплика В эфир От Тианы Обращаясь К сказителям Сердечно Извиняюсь Могу ли Я поинтересоваться Политес Так нравится Так подготовка И так коротко Где вы И у кого Учились Я думаю Что сейчас Мы микрофоны Включать Не будем Мы все Учились Понемногу Чему-нибудь И как-нибудь Идем дальше Реплика В эфир От Виталия Из Эстонии Это Так Вот тут я пропускаю Реплику Не к месту Она Идем дальше Реплика В эфир От Виталия Из Эстонии Патриотизм Это любовь Своей земли Или любовь Своей родине И людям Провожающим На ней Проживающим Наверное Проживающим На ней Потому что Патрия В переводе Это земля Ну смотря Не знаю С какого там перевода С греческого Это Больше Патрис Родина Переводится Национализм Это любовь Своей нации Без каких-либо Заморочек Типа экстремизма Расизма И так далее Национализм Это защита Национальных интересов Интернационализм Это союз И дружественное единство Националистов Всех народов И нации На определенной территории Ух ты Толковые слова Режегова За это Задействован Был чувство Да Новый вброс Интернационализм Это конечно здорово Все Я помню Советские времена Интернациональный долг Сразу вспоминается Афганистан Вот Войны Интернационалисты Вот Но мне кажется Здесь не так все просто Не буду сейчас Поднимать эту тему Она такая тяжелая Это осколки Это осколки Целого Раздробленные Дальше Егор Онучин Реплика Из ютуба Михаил Здравствуйте Патриотизм Это любовь Определение Ее Любви Я нигде Не могу найти Не пощупать Не потрогать Ее невозможно Получается Что и патриотизм Совсем Нелогичная Штука Как и любовь Зачем вообще Нужен патриотизм Функция Какая у патриотизма Ну позвольте Я начну отвечать Потому что Егора Егора я лично знаю Егор здравствуй Благодарю тебя За то что ты Слушаешь И интересуешься И очень точно Егор зафиксировал Что любовь Это Нерациональная штука Это чувство В первую очередь И его Потрогать нельзя Руками Его нельзя Наверное даже Пощупать Какими-нибудь приборами Но его можно почувствовать Для этого нужно Открыть чувства Чувственное восприятие мира И для этого Для этого Мы Как это правильно Слово подобрать Патриотизм В этом смысле С точки зрения Любви Это и есть Любовь По сути Патриотизм Как любовь К самому себе К своему Опять же Наверное повторюсь Потому что Миша без меня Много что уже говорил Это любовь К себе К своему К своей Женщине К своей семье К своему роду Народу К своей расе Если мы уже идем В эти вещи И к планете Ну не планете Я уже понял И к земле в целом К тому обиталищу Где мы все с вами учимся Так называемому Вселенскому университету На котором Каждый проходит Обучение Я недавно Увидел На машине На стекле Сзади наклеенная Надпись Была буквами Большими буквами У мужчины Один бог Одна страна Одна жена Что такое любовь Давайте обратимся К нашим Древним знаниям Люди богов Ведают Любовь Это не то пламенное чувство Которое мы испытываем Как мы с вами уже говорили На первом этапе Развития пары На конфетно-букетном Периоде Это лишь есть влюблённость Это временное чувство Которое позволяет На тонком уровне Мужчине и женщине Переплестись Найти что-то общее Чтобы они так Быстро не разошлись Это божественный замысел Замысел Творца И Дальше начинается Следующий этап С кармическими отработками И вот как раз Мы дальше не продолжили А следующим этапом Третьим Четвёртым Там 0 Смотря откуда начинать 0-1-2-3 Или 1-2-3 Неважно Следующим этапом После кармического Является Как раз отработка Если мужчина берёт На себя ответственность Если женщина берёт Ответственность За То что происходит За те противоречия В семье И начинается Совместное движение В пару Вот Как я приводил Свой пример Не ушёл из семьи Развернулся Поверил И начал искать ответ А в чём же причина Вот Это созидающее действие В котором и рождается Любовь Любовь рождается Любовь это огромный труд Чтобы полюбить страну Чтобы полюбить То место Где ты живёшь Нужно очень много трудиться Поскольку внутри Присутствует много противоречий Я столько всего сделал Для страны А у меня зарплата маленькая В прямом смысле Про себя говорю Зарплата у меня Не такая большая Мне Несколько Месяцев назад Поступило предложение Перейти на другую работу Которая не связана Со служением В нашей стране И моя зарплата Могла возрасти До 20 раз Я от этого Предложения Деликатно отказался Меня в этом Предложении В этом отказе Поддержала моя жена Она сказала Это не твой путь Это земные цели Я вижу Как ты здесь развиваешься Для меня Это было очень ценно У меня совпало Я действительно Сам так думал И через жену Я получил Дополнительное подтверждение Вот через преодоление Трудностей Через каждодневный выбор Рождается любовь И я люблю То, что я делаю Хоть и У обычного человека Может возникнуть Чувство противоречия Я слишком много Трачу А мне мало Возвращается Мне не дают Квартиру Меня не повышают Меня не выделяют Какими-то почестями Какими-то Наградами Куча-куча-куча Куча всего Которая делает Огромную пропасть Так вот Любовь Это труд По преодолению этого Принятию этого И преодолению Я скажу так Вот я ещё учусь любить Я умею любить Я знаю как Но я учусь взращивать И накапливать в себе любовь Безусловную любовь Настоящую Которая не имеет условий Не имеет национальности Не имеет границ У малыша Недавно спросили Малыш у лидера нашей страны Спросил Или там наоборот Боюсь ошибиться Но вопрос был такой Где границы нашей страны Он сказал Да везде У России нет границ Россия это земля Недословно Там можете найти Может быть это в интернете Есть Очень точно сказано Устами младенца Глаголит истина Поэтому Любовь действительно Нельзя почувствовать Но Это то К чему нужно стремиться И то Ради чего стоит трудиться Я бы здесь Мишу Немножко поправил Что любовь можно почувствовать Ты наверное Оговорился Миша Да 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 Я вот как раз Я сейчас возвращаюсь Назад думаю Немножко не то сказал Ошибся Ведь Человек же имеет чувства Поэтому он чувствует Он чувствует Где приятно И где хорошо Поэтому он выбирает это Чувство как развлечение Спасибо Михаил И я дополню для Егора Специально Так как Вижу что вопрос задан С немного научным подтекстом Функция Патриотизм и так далее Любовь и патриотизм Которые Очень тесно связаны Это и состояние человека Состояние его души Это и чувства Это и процесс То в принципе О чем сейчас Миша сказал Поэтому Егор Искренне желаю Развернуться к своему чувству Посмотри Попробуй посмотреть И мы с тобой не раз Об этом говорили Попробуй посмотреть на мир Глазами души Не глазами ума Не глазами Логических машин А глазами души И мир преобразится Спасибо огромное Хорошо Идем дальше Спасибо большое за вопрос Реплика в эфир от Виталия Из Эстонии Долгожданная Да Крым вернулся в Россию Но тем самым Вы Россия Получили много проблем С Европейским Союзом США И другими странами Вопрос А стоили ли это того Если экономическая ситуация В стране Россия Очень трудная сейчас Давайте Вперед ребят Вот Чувствую Вот Виталь Ты и попал Чувствую Пахнет анекдотом Осторожно Двери закрываются Следующая станция О да вот она Это предисловие На самом деле Когда мы говорим Про Крым Как Часть Волеизъявления Народа Которые Просто приняли решение Люди встали Рода встали И сказали Это же не только земной процесс Это небесный процесс Рода встали И сказали Нам пора домой И все произошло Если бы не было Воли неба Как говорит Один наш общий знакомый С Мишей Ничего бы не произошло Поэтому Стоило Не стоило Экономическая ситуация Как показывают Последние Экономические Исследования Европа потеряла Почему-то больше От своих претензий И это все В сфере Такой крутится Экономики Попытка Столкнуть Причем Вот буквально Недавно Общался с одним Человеком из Эстонии Он мне очень интересно Рассказывал Как у них Картинка преподносится Там он чуть ли не Звонил своим близким И у вас там В магазинах продуктов Нет в России Особенно в Крыму Давайте мы вам Что-нибудь пришлем Поэтому здесь В политические дебаты Очень не хочется уходить Вот как Тему мы взяли Да Воин Я как воин Могу сказать Конечно стоило И все что происходит Это Лишь укрепляет Нашу с вами Державу Нашу с вами Страну И проявляет И выявляет Тех Кто Не согласен Был с правильным Решением Небесных родов Все становится Очевидно Процесс Как сказать Процесс Запущен В полный рост На всех уровнях Власти На всех уровнях Общества Спасибо Михаил Михаил очень точно Сказал Воля Изъявления Народа Народа Проживающего Как на территории Крыма Так и На территории Нашей страны Посмотрите Сколько акций Прошло В поддержку Крыма В разных Городах России Я уверен Что И вот Как телевизор Показывает Внутри Крыма Тоже были Такие акции В поддержку И больше Половины Да подавляющее Большинство Были за Есть Объективные Процессы Которые Вот Как Времена Года Которых Мы Ранее Говорили Этого Не Избежать И Русский Человек Понимает Что Есть Цели Ценности Гораздо Выше Чем Получение Каких-то Экономических Выгод Каких-то Преференций Или Какого-то В кавычках Лояльного Отношения Запада Это все Чувствуется И Большое Спасибо За эти Экономические Санкции Пусть Не Семимильными Шагами Но По крупице С того момента С середины 2014 года Стала Собираться Наша Экономика Долго Вязко Как Ржавый Механизм Но Потихоньку 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 Стала Возрождаться Экономика Пошло Импортозамещение Пусть Не совсем Качественное Но Оно Пошло И это Сыграло Нам на Пользу Поэтому Спасибо Большое Всем тем Кто сделал Выбор В пользу Большой И единой Страны И спасибо Нашим Учителям Которые Сами Нашли Приключения Для самих Себя Которые Многое Для себя Упустили Потерпели Не Восполним Экономическую Потерю И Которые Помогли Нам В нашем Развитии И Все Все Да Так Ладненько Тогда Я Тоже Виталию Про Анекдот Про Метро Не буду Рассказывать Вот Или Что там Еще Дело В том Друг Мой Виталий Что Я не хочу Сейчас Рассуждать Правильно Или Неправильно Не моего Ума Это Дело И Я Как ведущий Не имею Права Высказывать Считаю Это Правильно Или Неправильно А я Скажу Про Другое Даже Если бы Россия Сидела Ровно И не Двигалась Вправо Влево То Уверяю Тебя Что С Европейским Союзом И США Многие Проблемы У России Все равно Бы Возникали Поскольку Европейский Союз И США Все свои Деяния Направляют Против Того Чтобы Россия Была Крепкая Даже Если Россия Пластом Перед Ними Ляжет Она Все равно Будет Плохая Вот Что Бы Не Делала Россия Пела Песни Плакала Танцевала Веселилась Она Все равно Будет Плохая Будет Она Выполнять Все Предписания Она Все равно Будет Плохая Не Будет Выполнять Она Все равно Будет Плохая Вопрос Заключается В другом Что Лучше Как ты Думаешь Для России И Для Мира Вообще Чтобы Россия Как последняя Шлюха Себя Вела И Была Плохой Или Все-таки Она Себя Вела Как Достойный Член Мирового Сообщества Сильный Справедливый Мощный Добрый И при этом Для кого-то Была Плохой Тогда Стоит вопрос А для кого Она Плохая Для Добрых Для Светлых Для Доброжелательных Просто Отвратите На эти Вопросы Себе И Наверное Эти Вопросы Сами С собой Отпадут Как Вот На штаны Капает Какая-то Грязь Высыхает Она Сама С собой Отваливается Лучше Не Растирай Все Рано Отвалится А так Еще Стирать Придется Штанишки Вот Примерно Так По Поводу Экономической Ситуации В стране В России Ситуация Сейчас Сложная Не Только В России А Сложная Если Обратить В Внимание По Всему Миру И В России Она Сложная Не Только Из-за Евросоюза И США Она Еще Сложная От Того Что Некоторые Зарвавшиеся Товарищи Которые В 90-е Что-то Нахапали Они До сих Пор Еще Не Поняли Что Произошло Они До сих Пор Продолжают Хапать А Те Люди Которые В 90-е Облапошены Были Они Продолжают Смотреть Зомбоящики И Думают Что От Ничего Не Зависит Вот И Вся Проблема И То Что Происходит Сейчас Импортозамещение Это Только Малая Часть Сейчас Есть Прекрасная Возможность Кое-кому Осознать Кое-что Для того Чтобы В один Прекрасный Момент Как грязь Стряхнуть Всякую Заразу Из Так Называемых Друзей Которые Прилипли Кое-кому Поставить Всех На свои Места И Начать Заниматься Делом Во благо России И Строительства Державы И Народ Это Поддержит А вот Если Кое-кто Это Не Поймет И Не Поддержит То Будут Появляться Всякие Навальные И прочие С ним Веселые Ребята Которые Может быть И говорят Правильные Вещи Которые Может быть И призывают К правильным Вещам И я За то Чтобы Гражданская Позиция Выражалась Но У меня Стоит Вопрос А кто За Ними Стоит За Этими Навальными Кто Платит Деньги Кто Заказывает Музыку Так Вот Если Кое-кто Не Поймет Что Пора От Некоторых В кавычках Друзей Избавиться То Навальных Будет Появляться Много И За словами Будут Появляться Дела И В конечном Итоге Нас Ждет Очередная Братоубийственная Войнушка Такая Как Сейчас Идет В Ливии И В других Странах Технология Отработана Прекрасно И Каждый Будет Селеть Своим Бердачом В своем Доме Или В своей Квартире И Дрожат Страх И Будет Полить В окно В дверь Куда Угодно Вот Это Нас Всех Может Ожидать Вы Этого Хотите Хотите Ли Товарищи Наверху Этого Хотите Ли Товарищи Внизу Это Я думаю Здравомыслящий Человек Ни Вверху Ни Внизу Это Не Захочет Поэтому Граждане Сверху Будьте Любезны Подумайте О том Кто Что Вас Окружает И Что Вы Делаете Подумайте В какое Время Наступило Подумайте Пришло Время Чего Делать И Что Делать И Как Делать Если Нет Желания Думать То Спросите Нас Я знаю Как Это Сделать Помогу Разобраться Граждане Снизу Подумайте О том Что Пришло Время Меняться Пришло Время Быть Здравомыслящими Людьми И Понимать Что Своей Землей Можно По Праву Которая По Роду Передается Если Вы Не Знаете Своих Родов То Нет У У Никакого Права Ибо Вы Никто На Этой Земле И Говорите Хозяйствие Каком-то Глупо И Бесполезно Сначала Разберитесь С Кто Вы На Этой Земле Кто Ваши Предки Как Они Жили По Каким Конам По Устоям Праве И Вот Тогда Уже Став Хозяевами Вы Сможете Кое-что Здесь Менять И Это Кое-что Сложится Во Все Примерно Так Я Надеюсь Виталий Из Эстонии Я Ответил Да Спасибо Большое Виталию Из Эстонии За Такие Вопросы У него Очень Прям Пробуждающие Чуткие Вопросы Вот С Вашего Позволения Я бы Хотел Еще Добавить По Вопросу Крыма Россия Через Крым Приобрела Нечто Большее Что Не Купишь За Деньги Каждый Чувствующий Человек Нашей Страны Почувствовал То Единство Почувствовал Что Вот Она Матушка Стала Выздоравливать Она Поднимается С колен И Уже Не Позволит О Себе Отзываться И Говорить Так Как Это Было Раньше Она Не Допускает Тех Правил Которые Были Раньше Установлены Кем-то И В моем Понимании И Понимании Нашей Группы И Я уверен Что Михаил Тоже Россия Это То Место Где Будут Рождаться Новые Правила Жизни Новые Законы Где Будут Возрождаться То Что Мы Когда-то Забыли Где Будет Преумножаться То Что Мы Когда-то Забыли И Здесь Тоже Спасибо Большое Всем Нашим Учителям За то Что Позволили Нам Обратить Внимание На То Что Происходит Внутри Нас И Начать Разбираться Внутри Нас От себя Хочу Сказать То Что Для Меня Огромная Честь Служить Такой Стране И После Как раз Вот этих Событий Я был До глубины Души Тронут Что Это Произошло Во Мне Внутри Что-то Поменялось Вот После Этого События Поэтому То Что Мы Потеряли Можно Сказать Материально Да Потеряли Что-то Но Это Ни в коем Сравнении Не Идет С тем Что Мы Приобрели Духовно И Все Хорошо Идем Дальше Виталий Из Эстонии Реплика Эфира Любое Действие Имеет Силу Противодействия Если Вы Действуете В положительную Сторон То Это Имеет И силу Отрицательную Все Такая Реплика Справедливая Реплика Что сказать Безусловно Мы не Говорим Что Быть Может Неправильно Нас Поняли Мы не Говорим Что Мы Действуем Только В положительную Сторон Только В хорошее Безусловно Нет Два Процесса Одновременно Существуют Как мы Уже Говорили Небо И земля Не Противостоят Друг Друг Есть Процесс Разрушения Созидания Просто Есть Те Кто Только Разрушает В связи С тем Что Неполнота Неполнота Картины Мира Рождает Только Противостояние А есть Те У кого Картины Мира Более Менее Целостные И они Тогда И Разрушают Старое Для того Чтобы Созидать Новое И Этот Процесс На самом деле В природе Везде Присутствует Разрушается Что-то Старое Для Созидания Нового Всегда Поэтому Нельзя Сказать Что мы Только Созидаем Я могу Сказать На своем Примере Что я Внутри Себя Разрушил Очень много Различных Например Оков Которые Мешали Созидать Что-то Новое Внутри Себя И Эти Процессы И Вовне Тоже Проявлялись И что-то Разрушалось И вовне Мною Для того Чтобы Созидать На этом Месте Новое Вопрос Стоит В том Как Гармонично Это Сделать Как Не Делать Революции Как Не Делать Таких Обострений Которые Невозможно Остановить Ну В виде Типа Второй Мировой Войны Как Не Создать Неправильных Условий При которых Точка Невозврата Будет Очень Скажем Так Пройдена И Цена Будет Очень Дорогой То Как Сделать Дешевле Быстрее И Эффективнее Вот Задача И Проще Ну Пожалуй Все Хорошо Виталий Мой Дорогой Виталий Дело В том Что Если Все Воспринимать В лоб То Мы Переходим Не к Славянскому Противодействию А К Противодействию Восточного Привычного Единоборства Где Есть Блоки Есть Удары Есть Опять Блоки Есть Опять Удары И так Далее Возвратно Поступательные Поступательно Возвратные Движения Удар Возврат Удар Возврат Стойка И так Далее Это Не совсем Наше Совсем Не наше Но В восточных Единоборствах Есть Вышедшее Из Славянских Боевых Практик Связанных С казачеством И с пасом Такое Интересное Направление Как Айкидо Вот Принцип Айкидо Очень Простой На Всякую Силу Нападающего Найдется Ответная Сила Земли Силу Земли Победить Нельзя И любому Нападающему Предоставляется Возможность Эту силу Земли Почувствовать То есть Упасть На неё Блокотиться С разбегу Или не С разбегу Как хотите Или дать Ему Возможность Упереться В стену До Определённого Момента Серые Черные Как хотите Их называйте Действовали Следующим Образом Они Стравливали Светлых Между Собой Через Посулы Наветы Обман Сплетни И так далее И тому подобное И было Огромное количество Братубистных Воин Если вы Думаете Что гражданская Война Закончилась Нет Она ещё Не закончилась Гражданская Война Началась Давным-давно Ещё Несколько Тысячелетий Назад Она была Очень хорошо Проявлена В России Царской Империи В семнадцатом Году Потом Она перешла В ту Гражданскую Войну Которую Все знают И потом Она Во второй Мировой Продолжалась Это была Гражданская Война Белых С белыми Где Примыкали Другие Народы Но Воевали Белые С белыми Мочили не по-детски В сортире Вот где поймали Там мочили Вот Наша задача сейчас Выходить Из этого состояния И перестать Друг друга Убивать Конец Войне Надо сделать Гражданской Войне Но для этого Необходимо Применять Те Наработанные Приёмы Которые Против нас Использовались В сторону Наших врагов Пускай Теперь Они Морды Друг Друг Разбивают Почему Вы Всё время Подставляете Свои Лица Но Есть же Прекрасные Объекты В виде Их Харь Но Пускай Они Долбятся Друг В друга Но Пускай Им Будет От этого Весело И Хорошо Пускай Они Друг Друг Изводят Почему Вы Всё Время На Передовую Лезете И Всё Время Подставляете Себя Под Расстрел Мало Того Подставляете Вы Ещё И Другого Стреляете Такого же Эти Методы Проверены Ими Многие Тысячи Лет Пришло Время Изменить Полюса Пускай Теперь Они Стреляют Друг 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 Никакого Слодского Билась Нечисть Грудью Грудью Друг 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 Извела А вот Пускай Так И Будет Что Вы Всё Время Какие-то Непонятными Выступаете Товарищами Вот Поэтому Если Применять Наш Славянский Принцип То Нападающий Должен Встретиться Со своей Силой Уперевшись В стену Или В землю Или В пол А если Применять Ещё Более Изощрённый Способ То В этом Случа Нападающий Должен Встретить Такого Агрессора Против Вас И Разобраться С ним Вы Просто Должны Отойти В сторону Дать Им Возможность Друг Разобраться Вот И Всё При этом Вы Не Нарушите Никаких Законов Вы Не Создадите Никаких Кармических Связей И Избавите Землю От Одного Негодяя При Помощи Другого Негодяя Просто Просто А вот Хватит Ли на Это Мудрости А это Уже Время Покажет Поэтому Никакого Противодействия Не Надо Создавать Кристина Реплика Из Ютуба Благодарю Алексей За Его Здравомыслие Да Пожалуйста Кристина Рад стараться Реплика Эфир От Виталия Из Эстонии Человек Это Баланс Положительной Отрицательной Силы То есть Человек Это Нейтральное Существо Изначально Он Был Нейтральным Существом А после Того Как Определился Своей Природой Стал Либо Светом Либо Темным И Свет И Тьма Неразрывная Значит Нейтральная Среда Это Баланс Света И Тьмы Ура Я согласен Здорово Да Абсолютно Абсолютно Верно Сказано В жизни Мы Устаканиваем Маятник Который Мы Сами Раскручиваем От Жертвы До Тирана Или Мы Находимся Под Мы Маленькие Серенькие Никто Нас Не трогайте Либо Мы Такие Деспоты Которые Ни с кем Не считаются На всех Наступают И действуют В угоду Себе И Вот Тот Золотый Путь Как раз Душа Ищет Поэтому Да Действительно Это есть В нашем мире Да Спасибо Так Всё Дальше Идём Да Подключается К разговору Псих Реплика Эфир От него А почему Мы терпим Лень То есть Когда был разговор Это была Реплика У нас В 21 Час 56 Минут Реплика Это относится К тем временам Когда мы Говорили Про то Что Мы долго Терпим Я ещё Анекдот Рассказал Анекдотичный Случай Время Второй Мировой Войны Когда К священнослужителю Пристали В партизанском Отряде И стали Убить По щекам Вот На третий Раз Он В лобешник Накатил Нападающему И вот Тогда Михаил Сказал Да Мы долго Терпим Но В конечном Итоге Уж Если Дотерпелись Так вот Псих Пишет А почему Мы терпим Что это Лень Что ли Ну Позвольте Я тут Немного Отвечу Миш Давай Здесь Скорее Возвращаясь Опять же К градации Которую Михаил Вёл Свой Чужой Враг Ну Настолько Мы Широки Душой Русские Люди Настолько Мы Верим В то Что Много Вокруг Нас Хороших Правильных Людей Что Мы Всех Считаем По простоте Душевной Своими Долгое Время Пока Пока Не наступает Момент Икс Когда Эта пелена Падает Мы говорим Ага Вот оно Вот оно Как Бывает И тут Уже Включается Строгость По сути Это Просто Строгость Божественная Мы Восстанавливаем Строгость Божественных Законов Правила По которым Система Будет Развиваться Ну Или Целостность Будет Достигаться Ну Вот так Коротко Постарался Хорошо Идем Дальше Реплика Из ютуба От Игоря Все боги Света Исходят От богов Тьмы Серьезное Заявление Что Скажете И тут Я Парирую В обратную Сторону Все боги Тьмы Входят Из богов Свет Все Едино Это В моем понимании Искусственное Разделение Кто из кого Пошел Это Что Первичнее Курица Или Яйцо Все Было Все Было Едино Все Было Одновременно Ну Пожалуй Так Хорошо Виталий Подсоединяется Опять К нам Если Бы Сейчас Жил Христос Он Бы Ржал В скобочках Смеялся Над Современными Христианами То же Самое И Мусульманами Буддистами Кришнаитами Индуизмом И С нашими Славянскими Богами Богини Они Бы Ржали Над тем Как Развязывают Учения Разрывают Учения На одну И другую Сторону Виталий Ты На грани 282 Статьи По Российскому Законодательству Вот Типа Разжигаешь Если Бы Они Здесь Были Мы Бы У них Спросили В общем Да Решать За кого Кто Ржал Кто Смеялся Наверное Не Очень Корректно Я Думаю Что Нужно Следовать Этим Великим Учителям Учителям Человечества И Действовать Как Уже Алексей Сказал Своим Примером А Они Действовали Своим Примером Иисус Показывал Своим Примером Как Нужно Действовать Показывал Что Что Такое Любовь И Как Нужно Любить И Он Нес Любовь И Пророк Мухаммед Показывал Именно Свою Жизнь Как Он Жил Как Он Сотворял Свою Семью Как Он Строил У Него Была Одна Любимая Жена В От От Многоженства Которое Пошло Далее Он Жил С одной Что Было Потом То Было Потом Изначально Он Жил С одной Поэтому Да Действительно Было бы Интересно Посмотреть Но Я думаю Что Они Чувствуют Все Это Заложено Картины Мира Так Должно Быть Алексей Яхонтов Реплика Из Ютуба Народ Вы Не Представляете На Каком Низком Уровне Здесь Представлена Информация Если В Двух Словах Все Это Игры Ума Наберите Пожалуйста В интернете Александр Дук Кард Гипно Транс Посмотрите Видео И на Многие Вопросы Вы Найдете Ответы Или Хотя Бо Направление Заранее Спасибо Никого Не Хотел Обидеть Да Спасибо Большое Имеет Место Быть Много Течений Много Разных Вещей Через Все Мы Учимся Какая Информация Тут Дается Это Уже Судить Каждому Человеку И пусть Этот Человек Сам Попробует И Пронаблюдает Это В своей Жизни Спасибо Спасибо За Реплику Я Тоже Лишь Поблагодарю И Спасибо За Совет Обязательно Обратимся К Дукату Или Как Его Там Не Запомнил Понятно В чате Там Написано Как Его Звать Как К Нему Обращаться И Что Набирать В Ютубе Вопрос Эфир Игорь Из Ярославля Интересуется Разъясним Кто Такой Воин Его Место И Роль В Системе Защиты Божественного Смысла А Что За Точка Зрения Божественного Смысла Откуда Она Взялась В Вашем Мировоззрении Сами К этому Пришли Или Начитались Книг И Наслушались Учителей В кавычках Благодарю Нет Это Во-первых Информация Это Пришла Извне Из разных Источников Божественные Законы А во-вторых Самый Простой Из них Это Закон Причина Следственных Связей Если Ты Заболел Значит У твоей Болезни Есть Причина И Бесполезно Пичкать Себя Таблетками Или Ложиться Под нож Под операцию Рано или Поздно Это Вернется Нужно Искать Причину У всего Толстого Есть Тонкая Причина Поэтому Это И есть Божественный Закон Если Кому-то Наступил На хвост Значит Через Некоторое Время Тебе Наступит Если Уже Не Наступили Ты просто Этого Не видишь И Это Это Все Многообразие Жизни Здесь Как-то Вот так Вот Михаил Если Дополнит Да Конечно Дополню Но здесь Что сказать И наслушались И начитались И старались Все это Объединить В единую Систему И пропустить Через себя И безусловно И были у нас Учителя И помощники И духовные Наставники Поэтому Ничего там Зазорного Не вижу И только Радуюсь Что в моей Жизни Все эти Люди Все эти Знания Присутствовали И сейчас Получилось То что Получилось И оно Не останавливается Только развивается Развитие Через Взаиморазвитие Это тоже Божественный Закон И Вот На примере Нашей страны Могу сказать Следующее Вот Конечно Спасибо большое Борису Николаевичу Ельцину За его Деятельность Он Выполнил Очень важную Функцию В своем Развитии Но Его цели Ценности Не совпадали С божественными Поэтому По объективным Причинам Он ушел С мировой Арены И Другой Пример Это Лидер Нашей страны Президент Нашей страны Это Человек Который Несет Божественные Правила Осознает он Это Или не Сознает Я Сказать Не могу Но Я чувствую Что этот Человек Стоит В предназначении И то Что он Действует В интересах Большинства То что он Действует В интересах Народа Это и есть Божественные Законы Так действует Каждый Лидер Он Не замыкает На себе Власть Он Ее Распределяет По всей Территории Своего Государства По всей Суверенной Территории Поэтому Вот Как пример Божественных Законов Нужно Просто быть Более Чутким И тонким Их Можно увидеть И почувствовать В противном Случа Можно жить Методом Проб И ошибок Это Подобно Как Искать Выход В комнате Темный Да еще И с завязанными Глазами И с завязанными Руками Лбом Биться Об стену И думать Где же Он там А нужно Сначала Руки Развязать Потом Глаза Да и вообще Лучше Свет Включить И найти Выход Как-то так Да Здесь сразу Реплика Спасибо Ельцин За то Что продал Страну США Этот пьяница И ему За это Спасибо Так Ладно Мне кажется Здесь Еще проще Все Есть же Опыт Предков Вот если Им пренебрегать То тогда Мы будем Со связанными Руками Завязанными Глазами Еще в комнате В которой Выключен свет И навалена Куча Предметов Искать Выход А если Мы будем Учитывать Опыт Наших Предков Которые Все это Уже Пережили И которые Все это Уже Знают И которые Все это Уже Умели И нам Это все Дело Как наставление Заповеди Оставили То в этом Завязанием Тех самых Грабель Волшебных Пендалей Рифов И всего Прочего Для того Чтобы мы Могли Не просто Разбираться Где нас Чего-то Шваркнет Или пинка Нам даст Или где Мы себе Нос разобьем Карта Для того Чтобы мы Двигались К своей Цели Обходя Те препятствия Которые Уже Когда-то Были На карте Обозначены Ибо Дурак Учится На своих Ошибках А умный На ошибках Дураках Если Переделать Эту фразу То Глупый Учится На своих Ошибках И на это Обучение Тратит Свою Жизнь А умный Использует Опыт Своих Предков Великомудрых Идем Дальше Реплика В эфир От Виталий Из Эстонии Наши предки Были Сыртыша Сырия Тишайшего Сырия Тихого Сирию С тех пор Страна Называется Сирия Вот так Вот Немного Немало Так Дальше Реплика В эфир От Виталий Из Эстонии Наши предки Были Войнами Ведунами Жрецами Волхваем Знающими Людьми Общественниками И ремесленниками Ох уж Это Виталий Столько интересно Всё пишут Но если ты кормишь Светлого волка Больше чем Тёмного волка Получится Дисбаланс Энергии А зло Это и есть Дисбаланс Энергии Красавчик Виталий Такие прям Реплики пускает Ну что ж Корми одинаково Двух волков Пускай они станут Серьёзными Большими Толстыми И в конце концов Они тебя случайно Придавят Реплика В эфир Как это Сколько волка Не корми А у слона Хобот Толще Реплика В эфир Тяна Насколько я понимаю Наши сказители Люди военные Может они Могут что-то Повествовать О бесконтактном Бое спецназа ГРУ Каково их мнение Моё мнение Имеет место быть Но С такой системой В планах У меня познакомиться Я не могу Ничего сказать На своём Этапе развития Я перехожу Только к телесным Практикам И Отдельное спасибо Есть Очень Могучие Великие люди Которые занимаются Телесными практиками Например Такой вот Как вот Егор Если я правильно Понимаю Если это он Писал нам Вопрос Предыдущий Вот Поэтому Это только В планах Я немножко Добавлю Да Это Миша Егор Но не тот Егор Нам писал Вопрос Что касается Спецназа ГРУ И так далее И так далее И всех этих практик Сейчас уже Никакого секрета Нет Много Школ Каждая школа Вот из тех Что я прошёл Каждая по-своему Учит Кто-то даёт Правду Кто-то на уровне Чувств Пытается передать То есть это надо собирать Есть Есть наши Смешие общие Хорошие друзья Которые Сейчас это собирают И уже привели Это в какую-то систему Поэтому это уже не секретно Всё можно найти в интернете Алексей Тарасов Вопрос эфир Сказители здравия Удачи и терпения Над тернистом поприще Борьбы за свет Каких учителей Прекомендуете Чтобы стать Воином света и любви Что-то почитать Может быть посоветуйте У воина света Есть выходные Хороший вопрос Какие ещё влечения У вас есть Чем занимаетесь Последствия По вседневной жизни Служили ли в армии И так далее И тому подобное Благодарю Тренировки происходят Каждый день Ежесекундно Отпуска Здесь быть не может Это как спортсмен Который занимается Долго Лёгкой атлетикой Я занимался Не один год Лёгкой атлетикой И если я где-то На пару дней На три дня Не бегал Особенно если на неделю То через неделю Я испытывал Болевые ощущения В мышцах Как будто заново Учился ходить Такой разрыв создавался Уровень Нужно поддерживать Постоянно Вот что конкретно Посоветовать Я вот Как-то даже Не знаю Я всё время действовал Так Захожу в магазин Почувствуем Какая книжка Мне ложится Начинаю читать Но В интернете Есть много Прекрасный школ Вот Я вот даже не знаю Алексей Можно говорить Говори Название там У кого можно Поучиться В первую очередь Мне очень нравится Лули Вилма Пусть она И не совсем военная И не провойна Но Это Очень великий Учитель тоже Можно сказать Пророк Есть Прекрасная школа Была Левашова Некрасова Очень много всего Есть Прекрасный сайт Который называется Матрёшка Вот Там Других интернет ресурсов Например Я не знаю Где бы Люди занимались собой Поэтому Это как С миру по нитке Ну я пожалуй Так же скажу Обычные Мы обычные люди Ничем На самом деле Сильно не отличающиеся От Общих людей Поэтому если У кого-то сложилось вдруг Впечатление Что мы какие-то необычные То абсолютно обычные И воины Любви и света Каждый мужчина Потенциально Воин любви и света Посмотрите на Маленького мальчика Рожденного в любви Который У которого Горят глаза Который Стремится этот мир Познать Стремится этот мир Изучить Стремится его Преобразовать Вот он Воин любви и света Просто он еще маленький Он еще Как сказать Он еще не окреп В этом мире Но он обязательно Окрепнет И вот Пожалуйста Примеров полно Кругом Вот Миша очень точно сказал Безусловно Все школы Имеют свое Зерно Куча разных школ Читали Изучали Вот Наверное Такой действительно Сайт Где все Собралось Так воедино Где этого много И та же самая Там Омская школа И вот Сайт Матрешка Который Миша уже Сказал То есть Там сообщество Людей Трудится Много Много Разных Ресурсов Сейчас Сейчас Знаний Достаточно Вот Уж чего Чего А в знаниях Сейчас Точно Точно Нет Каких-то Каких-то Проблем Или дефицита Вопрос В том Что по чувству Нужно Сейчас Человеку На этом этапе Умеем ли мы Открывать Свои чувства И заниматься Развитием Чувств Потому что Если чувств Чувств нет Тогда Тяжело Различать Тяжело Двигаться И тяжело Чувствовать Свою душу В той Картине Мира В которой Мы с Мишей Живем Путь души В развитии Это самое главное С помощью Ума и тела Алексею Отвечу Каких Участей Порекомендуете Чтобы стать Воином Света и Любви Предков Своих предков Если Ты Существуешь Если ты Живешь Ты этим Обязан Своим предкам Значит Они были Мудрые Значит С них Есть У них Есть опыт Которому Можно Поучиться И нужно Поучиться Иначе Ты просто Не жил Дальше Что Почитать Можете Посоветуйте Есть такая Книга Величайшая Называется Просто Жизнь Вот Читай ее Изучай ее Если Войны Света Выходные Нет Покойном Только Снится Ну вот Примерно Так Идем Дальше Реплика В эфир О Виталий Нам Реплику Прислал Так Интересно Примерно Из той же Оперы Что Михаил Задорнов Говорит Мы Россия До сих пор Делаем Деревянные Небольшое Дополнение По Крыму Тоже Самый Процесс Россия Действительно Не умеет Производить Товары И услуги И разучились Это делать Или здесь Что-то еще Есть Экономическая Составляющая То есть Россия До сих пор Не умеет Ничего делать Ну Скажем так Здесь Нас Виталий Честно Хочет Втянуть В дискуссию Что Кто хороший Кто плохой Я здесь Люблю Формулу Мы с Мишей Ею Пользуемся Критикуешь Предлагай Предлагаешь Делай Делаешь Отвечай За результаты Получившегося Труда Вот пожалуй Так Ну чтобы Не уходить Вот в эти Оценки Хорошо Что касается Материального Содержания Деревянных Ручек Машин Которые гниют Это важно Но вторично В России Сохранилась Душа Я не один Человек Который Так Говорит Вот Мне удалось Побывать За океаном Я там Пробыл Ну сколько Там Дней Десять По-моему И Я когда Вернулся Домой Когда Сел Самолет В аэропорту Это было Давно Еще Я тогда Только Вот На пороге Стоял Понимание Знаний Каких-то Что-то Найти Но Когда Сел Самолет Я спустился Вот Даже Там Был Такой Трап Навесной То есть У нас Не на автобусе А прям Сразу К терминалу Подъехал И через коридор Я как только Шагнул на этот коридор Я упал на колени И Внутри Почувствовал Что вот Отсюда Я никуда Не денусь И в голове Было одно И в душе Было одно Я люблю Этот беспредел Я люблю Этот хаос По сравнению С тем Как там Все Вафельная Полосатая Все Правильное Люди От этого С ума Исходят А мы Еще Мы Еще Сильны Этим Потому что В России Есть Свобода Свобода Души Просто Мы не до конца Умеем ей пользоваться Не до конца Понимаем Что это Такое Хорошо Николай П Из ютуба Почему-то Когда восхищается Крымскими событиями Не берется Расчет Что в то же Время Была Отдана Через Тор Территория Более чем В 70 раз Превышающая Территорию Крыма Почему Так Не берется Внимание Я думаю Что сейчас В геополитику Не будем Уходить Все таки Тема Немножко Такая Немножко Тонкая Слишком Многоаспектная И Там По территориям Надо четко Понимать Юридический Юридическую Подоплеку Вопроса Кто Когда Подписал Какие Документы Это было Еще до Владимира Владимировича Поэтому Де факто Мы уже были По сути На этом этапе Когда Случился Крым Мы были Поставлены Перед фактом В геополитику Сейчас не будем Наверное Залезать Хорошо Не будем Значит не будем Максим Из ютуба Реплика Искренне Благодарен С ведущим И ребятам За живой Ведущему И ребятам За живой Эфир Открытый Глубокий Разговор Философская Глубина И простота Изложения Реплика В эфир От человека И от Чего-то не понял Реплика Эфир Из ютуба От Человека Его права Сила знания А это он так Семен Назвал Понял Человека Его права Сила знания Очень длинное название Понимание Любого чувства Складывается Исходя Из осознанности И мира Понимания Да Вот как-то так Идём дальше Догадайтесь С трёх От кого пришла Реплика Правильно От Виталий Из Эстонии Вы почему Тактику Ленина не изучаете Он же говорил Сегодня рано Завтра поздно Поэтому выступать будем ночью Поэтому всё своё время Если время терпеть То время терпеть Если время воевать То время воевать Вообще Фраза Ленина Насколько я помню Она звучит Немножечко не так Вчера было поздно Завтра будет Вечера было рано Завтра будет поздно А сегодня Никогда Такая была шутка И эта фраза Была заимствована Насколько я помню Другого философа Нерусского Ну да ладно Вот Что там где-то Перековеркали Что там где-то Убрали Это как из серии Учиться и учиться И учиться А чему учиться Многие не говорят Ладненько И дальше Всё Вопросов больше не принимаем Вопрос в эфир От Солнца Скажите пожалуйста Может ли вы Михаилы и Алексей Объяснить Кто такие светлые А кто такие тёмные Только по существу вопроса Благодарю Ну тут наверное Не будем возвращаться к вопросу Потому что В моём понимании Мы на него ответили Чуть раньше Быть может Нас просто Солнце Не услышало Не-не Солнце с самого начала С нами Да Ну по-моему С самого начала И она прям Не то что с нами Она конкретно с нами Она в нашем чате В Админском Так что Вопрос не просто так Ну это вот Тот пример Который мы приводили Просто из повседневной жизни Давайте вот Спустимся От таких вот Тонкоматериальных Глобальных вещей Свет Тьма Просто к повседневной жизни И ещё раз Обычные жизненные примеры Есть воин Хотя он сомнительно Называется воином Есть человек Который Представляет К примеру Частную военную компанию Он туда идёт За зарплатой Какие цели и ценности Он защищает Да никаких Частная военная компания Преследует Только одно Где бы Чего отжать Вот И где бы Чем заполучить Это просто Организация Где перетекают Ресурсы И всё И она служит Для завоёвывания Этих ресурсов Вот человек Идя туда Поддерживая Те цели и ценности И подписывая Контракт С такой организацией Он Встаёт Сам для себя Не зная Некоторые осознают Кстати Что они делают Но многие Не осознают этого Они встают Сами для себя На тёмную сторону Светит солнце Идёт та же жизнь У него растут Те же дети У него Может быть Хорошая жена Но сам Он душой Стал на разоплощение Его душа Стремится В миры тьмы Тьмы И он является Представителем Этой иерархии Уже здесь Делая своё дело Тот человек Который Защищает Свою страну Защищает Свой народ Защищает Свой род Который Верит Своего лидера Который Служит Ради высокого Пусть даже Это понимание Оно Немного Утрачено И многие Даже могут Там особенно Современная Молодёжь У которой Немножко Подменены понятия Может посмеяться Над этим Но это Очень деликатные И тонкие вопросы И здесь Делает Выбор Сам человек В этом случае Он встаёт На светлую сторону Он работает На созидание И он защищает Он не вторгается На чужую территорию И не говорит Давайте Я здесь наведу У вас порядок Мне что-то Не нравится Как у вас Здесь полки Разложены Давайте Мы вам Сейчас поможем Ему говорят Нет-нет-нет Мы вам Поможем Сейчас поможем Хрящ Себе В пути Дело Таким же Светлым Вот они Два основных Отличия А дальше Там уже пошли Томкости По поводу Кто кому служит Как чего Зачем Но Надо учитывать Что и те И другие Они умеют Всё-таки Чувствовать Чувство присутствует Там и там Другое дело Что чувства Направлены На разное Чувства Светлого Они идут В одно направление Чувства тёмного В другое направление Но Если бы Не было тёмных Не было бы развития Дело в том Что Надо кому-то Прибираться Здесь И что-то Утилизировать А поскольку Есть поглощающие Элементы То Очень хорошо Их применять В области Осинизации Вот если Человекообразное Существо Достигло Уровня Извергаемого Из человека Лежащего На земле То вот это Плохо пахнущее Некую субстанцию Необходимо Кому-то Утилизировать И убирать И вот тогда Тёмные Очень хорошо Этим занимаются Они Осинизаторы Они очищают Пространство От тех Кто опустился До уровень Плохо пахнущей Коричневатой Субстанции Светлым Они абсолютно Не страшны Потому что Здесь идёт Взаимообмен Излишняя энергия Забирается Излишняя энергия Выплёскивается Дальше Эта энергия Перерабатывается И через пути Определённый Возвращается К свету И идёт Опять Ну как вот Замкнутый круг Такой Есть Как сказать Движение В природе Круговорот Воды В природе Вот примерно Та же самая Ситуация Между светлыми И тёмными Это Вполне себе Дружественные Субстанции На определённом Уровне Их развития А вот Кто попадает Между ними И кто находится На пересечении Передачи энергии Те имеют право Выбирать Куда им К светлым Или к тёмным Кто они Светлые Или тёмные Получают они Благо из этого Обмена Или зло Из этого обмена И всё зависит В первую очередь От того Как вы к этому Относитесь И не более того Поэтому вот эти Все рассуждения Кто такие светлые Кто такие тёмные Мне они абсолютно Неинтересны Это досужие разговоры Совершенно пустяковые Ни к чему не приводящие Вопрос Кто вы Как вы К этому относитесь Что вы Делаете В этом мире А всё остальное Вот эти разговоры Кто такие эти Кто такие эти Напоминает Мне детский сад Когда на горшках Сидят И обсуждают У кого горшок С красивой Розочкой У кого не с очень Красивой Розочкой Кто в чужой горшок Пописывал А то в чужой горшок Покакал А кто вообще Мимо горшка сделал Вот эти вот разговоры Они ни к чему Не приводят Друзья мои Учитесь пожалуйста Отвечать за те мысли Которые вас посещают Упорядочивать эти мысли И делать что-либо С этими мыслями А не просто рассуждать На солнышке Что такое хорошо Что такое плохо И при этом Гадить себе в штаны А может быть Ещё и в штаны соседа Илья Новиков Реплика из ютуба Благодарность Алексея За эфир И вам Вашему радио Возможно ли Ребят попросить Рассказать Поподробнее Об образе Будущего Русского воина Любви и света С новым сознанием С новым сознанием В будущих эфирах Вы готовы Об этом рассказать? Мы безусловно Готовы Если пригласите А мы не приглашаем Мы не приглашаем Мы предоставляем Возможность Если у вас есть Желание Мы такую возможность Предоставляем Конечно У нас есть желание И как я сказал В самом начале Наша тема Находится В начале разработки Мы Только прикасаемся К этому Нам ещё есть Многому чему научиться Много что познать Вот И мы всегда готовы Трудиться И Конечно Спасибо Илья Новику За предложение Спасибо Алексей За предоставленную Возможность Да Псих написал Псих написал Видимо Ведущий военный Промолинейно И грубо Понимаешь ли В чём дело Мой дорогой брат По мозговой деятельности Дело в том Что Иногда Мне приходится Говорить Конкретно И просто Потому что Все разговоры Около До Пу Пу Походя Они иногда Не приводят К чему-то Положительному Иногда Надо просто Обрубать Глупые Бесполезные Бестолковые Разговоры Надо просто Жить на этой земле Просто Быть Человеком Идти по тому пути Который тебе Предназначен А говорить А говорить о том Кто хороший Кто плохой Кто чего Сделал Это можно Бесконечно Потому что Хороших Плохих Намного Больше Чем Тебя Одного И Разговаривать О них Можно Всю жизнь И не одну Причём А много Жизней Но при этом Ты ничего В этой жизни Для себя Не получишь Ничего В этой жизни Не сделаешь А будешь Просто Рассуждать О том Кто хороший А кто плохой Поэтому Иногда Приходится Быть Резким Но Доходчивым Надеюсь Что так Вопрос Это Евгения Слушайте Ребята Мы уже Между прочим Четыре часа Превысили Вы как там Ещё Нормально Всё Вопрос Эфир Это Евгения Из Ютуба Немного Отвлекусь Что Могут Ребята Сказать О персонаже Карабанов Я Почему Хотел Спросить Про данного Товарища Вроде И книг Понаписал И схожие Идеи Были Последнее Время Читая Понимая Что Человек Разворачивается В тьму Вы знаете Кто такой Карабанов Я не знаю Кто такой Карабанов Я тоже Не знаю Но вот Я сейчас Для себя Помечу Интересно Будет Посмотреть Персонаж Ну В общем-то Все вопросы Мы озвучили Все реплики Мы Разобрали И Наконец-то У нас Появилась Возможность Достойно Проститься С нашими Уважаемыми Слушателями И зрителями У вас Есть возможность Кратко Подвести итог Сегодняшней нашей встречи Сказать что-то доброе Вечное И какую-то Может быть Реплику Или что-то Там Напутствие Пожалуйста Предоставляю Вы свободны В своих делах И мыслях Пожалуйста Михаил Я завершу Если позволишь Мне так Мне так нравится Сообщение Михаил Да Михаил Я завершил Да Конечно Михаил Михаил Пожалуйста Завершаем Хотелось бы Сказать Огромное Спасибо Во-первых Тебе Алексей За Бесценно Предоставленную Площадку Для нашего Развития Это наш Такой Первый Глобальный Опыт Было Немножко Вначале Волнительно Но потом Это было Преодолено Очень быстро И мы Встали На нужные Рельсы Мне Очень Понравилось Для меня Это Стало Новым Шагом К развитию Я думаю Что Слушателям Это тоже Очень Понравился Эфир Тем Кому Нужно Возьмут Отсюда То что Им Нужно Тавтология Слов Поэтому Низкий Поклон Тебе Алексей Низкий Поклон Слушателям Ура И слава Нашим Родам Ура И слава Защитникам В преддверии 72 годовщины Великой Победы И в конце Я хотел бы Вспомнить Замечательные Слова Александра Васильевича Суворова Мы русские Какой восторг И Прочитать Одно Очень Замечательное Стихотворение Пару лет назад Я его увидел И оно мне Очень понравилось Миша Могу Извини Я сейчас Завершу Тоже А то ты сейчас Стихотворением Точно Перебьешь Потом Последующие Мои слова Я согласен Я просто знаю Что это за стихотворение Я поэтому И спрашивал Миша Законтишь А ты молчишь Я буду плакать И даже не буду Включать микрофон После него Вот Поэтому Алексей Прошу прощения Что опоздал на эфир И у слушателей Тоже прошу прощения Так сказать Язык жизненных обстоятельств Что-то мне подсказал Я с этим Обязательно Разберусь Искренне благодарю За действительно Возможность Предоставленную За то Что существует Вообще такое Радио Это большой успех Вот Низкая благодарность Алексея тебе Твоим родам Всем тем соратникам Которые делают Это общее дело Всем тем слушателям Которые сегодня Принимали участие Благодарю Михаила Благодарю Ребят из нашей группы Из нашего колхоза Которые Мы точно чувствуем И знаем Что они присутствовали Рядом с нами Нашим родам Тоже низкая благодарность И всем нам В нашем общем Деле Ура 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 Слава 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 С наступающим Днем Победы С днем 9 мая С праздником 9 мая Спасибо большое Михаилу И Спасибо И долгожданное Стихотворение Один чудак Вот потомок Эфиопов Пушкин Не тяготился Русскостью своей Себя считали Русскими по праву И поднимали Родину с колен Творцы российской Мореходной славы И Блинсгаузен И Крузенштерн И не мирясь С мировоззрением Узким Стараясь Заглянуть За горизонт За честь Считали Называться русским Шотландцы Грейг Знать его Как знал Датчанин Даль Да что там Даль А в наше время Многоль Владеющих Великим языком Не хуже Чем хохол Мекола Гоголь Что был Когда-то С Пушкиным Знаком Не стоит Головой Стучать о стенку И в бешенстве Слюной Брызгать зря Мы Русские Так говорил Шевченко Внимательней Читайте Кобзаря В душе Любовь Сыновню Лилея Всю жизнь Трудились До семи Потов Суворов Ушаков И Менделеев Кулибин Ломоносов И Попов Их имена Остались На скрижалях Как подлинной Истории Азы И среди них Как столб Старик Державин В чьих Жил их Кровь Татарского Мурзы Они идут То слуги То мессии Неся свой Крест На особенных Плечах Как нес Его Во имя Всей России Потомок Турка Адмирал Колчак Они Любовь Привили И взрастили От вековых Истоков И корней Тот Русский Чья душа Живет В России Чьи Помыслы О матушке О ней Патриотизм Не продают В нагрузку К беретам Сапогам Или пальто И коль вам стыдно Называться русским Вы Батенька Не русский Вы никто Всем огромное спасибо Благодарю Итак Эфир наш Подошел К концу Напоминаю Что по одному Из Современных Календарей 4 мая Уже закончилось Наступило 5 мая 2017 года 23 день Месяца посева На лечение 7525 лет Третельник По одному Из старинных Календарей Пока продолжается Мы в эфире Говорили Про То Что такое Есть Осознанный Воин Вернее Про понятие Осознанного Воина Любви И Света Михаил Зорин и Михаил Белояров Были Авторы Сказители В конце Я Наверное Отвечу На вопрос Который Часто Возникает И поступает К нам В редакцию Поскольку Уж Я сказал Что мы Никого Не приглашаем Предоставляем Возможность Вступления В эфире Примерно Звучит Эфир Так А сколько У вас Стоит Выступить Сколько У вас Стоит Реклама Мы Всегда Отвечаем Так У нас Нет Расценок Тарифов И прочего Прочего Связанного С деньгами За выступления В наших Эфирах У нас Нет Платной Рекламы У нас Есть Одна Лишь Установка Если Говорящий Сказитель Автор Программы Хочет Донести Что-то Важное Для людей Поделиться Чем-то Интересным На благо Державы Может быть Разворошить Мозги Сломать Какие-то Стереотипы Дать Какие-то Знания Свои Представления Или Понимания То Ему Тогда Предоставляется Возможность Выступить Безоплатно Если Будет Будет Озвучено И Написано Это Прозвучит И В новостной Нашей рубрике Новости Славянского Мира Это Будет Размножено По Нашим Социальным Сетям И в Ютубе Если Это Всего Лишь Навсего Какой-то Коммерческий Ход Самореклама И так далее То Это Звучать У нас Не Будет Каких Бы Денег Нам Не Предлагали За Это Вот Надеюсь Что Я дал Подробный Исчерпающий Ответ У нас Некоммерческое Народное Славянское Радио А Поэтому Мы Трудимся Во Благо Державы Которые Живет Народ Поэтому Никаких Рекламных Действий Платных Мы Не Проводим А Всякая Шалупень Нам Не Нужна А Поскольку Мы Народное Славянское Радио То Нас Поддерживает Народ Тем И Живем Нужны Мы Народу Будем Существовать Не Нужны Мы Будем Народу Не Будем Существовать На Том Стояли И Стоять Будем На Сем Я С Вами Прощаюсь С Вами Было Народное Славянское Радио Михаил Зорин Михаил Белояров И я Алексей Орлов Желаем Всего Самого Самого Доброго До новых Встреч Услышимся Быть Добру Народное Народное Славянское Радио Все Нужно Все Важно Славянское Слес Славянь Народное Славянское 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 Продолжение следует...